события дня номер пятьсот сорок пятый эпиграф деяние 18 но вы примите силу когда сойдет на вас дух святой за 10 июня 2017 года ну можно считать главным событием то что у меня был день рождения семьдесят восемь лет позади и сколько раз мое сердце ударила стукнула разжалась и сжалась что за моторчик там поставлен как-то схватывала сердце помню еще в первом классе был дыхать не да и пошел отца встречать и не могу выдохнуть а отец на поле пас коров и не мог выдохнуть и я понял что все и ничего не упал нигде нормально и вот это сильно помогает задуматься о смерти потом еще было раз и другой а потом все исчезло что-то другое было и что я доживу до этого времени да ну даже да и вообще доживу и такой вопрос даже не возникал живую живу как будто вещи а когда уже узнал господа и по евангелию все это да все это встал на свое место ну что готовились мы к этому дню отъезд нынче первый год за 46 лет когда я не начальник детского лагеря все но однако детьми я сказал сразу заниматься буду не оставлю любимое мое занятие благовестие будет ну и собирали все люди пришли грузить продукты надо было все это засняли немного покажем потом вот помог адрей голова чем шофер приехал такой что ребятишек мог 7 взять кажется тут галина влеська приехала за как раз 9 все подъезжали из новокузнецкая она медсестра то что нам надо и продукты помогли и все это грузить надо было и тяжелая и все это на газели витя приехал накануне 9 нашей газель пригнал кое-что не вошло но потом как-то но в основном все ушло до этого сергеем приезжали мы сергеем пупковым привезли то что необходимо готовить на чем как аппарата так называет не знаю там 4 конфорки и духовка а потом еще помог игорь барабаш тут привез аппарат был у меня но все было обставлено и сестры сразу принялись с красноярского края две женщины с ребятишками по одному сыну ну и тут начали уже сразу да доехали хорошо и главное как только ехать всегда дождик а тут тоже маленький мелкенький такой ну думаю развезло не проехать проехали там дождь не сильно был не размочила дорога совсем никакая но ее прогриндировал женя долгов фермер подстепно она подстепно от нас за 16 километров но и он имеет возможности он даст достатке у него машин много разных у него 7600 гектаров земли вот фермер настоящий нам это тут какие-то выиграли 200 чем-то только гектар нашего фермера потеряевского ну и вот там он там подсыпал гравию заранее привез щебенки где-то там кучи лежат на пути чтобы его вспоминали и молились благослови его господи исправь его жизнь по заповедям твоим этот человек ну не нашего как лица круга но очень близкий помогает мне всегда прошлом году что я стал по напоминать он остались семечки в поле потом собрал два мешка каждый год дает медли голубей это все попутно попутно говорю на что мы ехали мимо и помолился его приглашаем на дни деревни он приезжает женой наташа и жена хорошая она у него там бухгалтер или кто просто замечательно такая женщина скромница люблю таких женщин которые мужей своих почитают и какой бы они был они заботятся чтобы он обратился и вот мы доехали здесь доехали первый раз в лагерь это нет ребятишек везут в дома которые отремонтировали все было сделано михаил кальмаев очень помог очень и он как бы не он не знаю даже чтобы мы делали вот он господь жадал вот это и дал и из-за чего когда-то ему в руки там в 80-е года попали мои 10 эти катушки магнитофоны и он слышал он там не было ни надписи ничего а потом книга моя попала и он сравнивать стал и как будто одно к одному ну и вышел на меня там нашел телефон это адрес и и так так я ему отказал приехать отказал да зачем это все нужно ехать живи там учись и из-за его настойчивость разрешил приехать один раз а потом он крещение принял мама его пришла теперь уже она отошла в вечность вот и недавно то есть несколько дней назад дня три назад вышел на меня один баптист вот хороший видно человек-то сам по себе но баптист для нас это еретики вот его он михаил жена ирина ирину не видела книги мои купил в америке в америке все дошло и говорит 80-е годы слушали ваши эти катушки баптисты слушали горит лучше минут 20 а потом рассуждаем сидим вот там у меня тема была одна масонство приходе антихриста 14 лет отдал этой теме тогда меня первый раз арестовали восьмидесятом году но это все так это попутно и вот вспоминая в день рождения все это вехи моей жизни и тут нас встречают володя с никитой но володя тут конечно старший все подготовлено стали разгружать а разгружаем нынче так богато было все тут володя еще написал надо здесь и мы все это выполнили тут андрей головащ много купил самые деньги не взял даже член нашей общины вот и дальше тут спонсоры помогли ему к у нас и достатки на мука мешков на рамы 7 взяли 7 по 50 килограмм сами стряпаем русской пищи теперь у нас три русских печи вот есть но это чтобы люди знали их событие это большое приехали сюда дождик моросит все с ним все это будет поставлено но и весь день ушел на то что тот в одном доме девочки в другом мальчики у никиты мальчики а здесь девочки и женщины а мужчины там будут у никиты там небольшое на десять человек только прием но там видно будет и один мальчик назад она рез то есть под себя ходит ночью и вот это в отдельный дом третий дом мы заняли там она одна озеро рядом пруд ну такое дело все это познакомились сестры готовят плитки тут сегодня это воскресенье уже 11 и в понедельник то пост начинается завтра то тут все молочное пошло и ну весело весело интересно красиво мне только вырваться маленько-маленько по научил за столом как сидеть чтобы они знали то не нарушали а я никакого отношения уже не имею мне на пруды ну я на велосипед вырезал прутик такой метр семьдесят со свой рост пошел мерить какие нужны сваи когда бульдозер придет размывает первом мосте как сделать как бы горный перекат такой был вода что весной уходила и не рвала плотину и в то же время уходила и в то же время по плотине чтобы можно было коров гонять и машины ходить ничего не могли сделать но у меня мысли были я думал смотрел и посмотрел фильм кавказский пленник и там заметил как река горная идет я подумал вот это решение видимо единственное можно было бы конечно каркас железо там сварить но коровы будут ходить если провалится земля и попадет туда корова сразу ногу сломает и уже другой табун давит и ну и никак только так проехал на первый мостик все замерил показал куда везти там эту солому сена вот сама нить там будем поехал на рыжковский пруд попутно здесь а на рыжковский только приехал а прямо из от плотины отплывает уточка маленькая уточка и за ней 12 крохотных и уже не на воде утята и она впереди видимо там я не слышу крякает или как плывет и они за ней за ней за ней скрылись картина прекрасно даже ушли бобры прокопали плотины и все равно воды намного больше даже лагерный пруд это я так на глазок кинул тоже заехал на него где-то сантиметров на 35 наверно выше вода но на 30 это точно уже выше чем обычно 30 сантиметров на пруду это много значит много это может и не промерзать до дна уже теперь около двух метров глубина общая вот что успел сделать а тут вечером уже вечерняя на мали на богослужение пошли но у нас что тут приехало 5 начать девочек мальчика 4 это получается 9 но я приехал 10 10 вот мужчин то больше никого и не было и женщины для галины и марина вот 13 человек очевидно нас и прибыло ну и церкви то у нас тут и заметно 13 все по форме все это одетая и ну дальше все уже благословенно было не какие не то что там сопротивление ли что-то вот а мышки были в этих домах то я туда кошку а там из-под низу то продуманные окна то и они ушли оттуда но одну задержали рыжку там кормить ее чтобы сейчас говорю в окно поглядываю володя должен подойти сказать как они ночевали вот пишет вчера подумал мне поздравлительных столько но я беру такие которые обычно там долгих лет жизни ну и проще вот александр андрусенко пишет это димитров град кажется город ульяновской области игнатий тихонович день рождения не праздник но повод поблагодарить господа за вас и пожелать вам спасения во христе обнимаю вас с богом при как прекрасно это человек мне очень дорог и вопроса жена у него такая светлана приятная были на крещение принимал вместе с максимом степаненко из томска я их на качели раскачивал и написал раскачка этого ролика раскачка или так интересно андрей недоступ пишет я благодарю бога за эту встречу с вами которая продолжается с 2014 года как много я познал как многому я научился и как много я еще не знаю желаю вам достичь цели к почести высшего звания божьего христе иисусе который стремился вот так андрей недоступ вот он взял за за это смотреть события дня и кратко содержание я выставляю уже давненько он делает это дело даже можно посмотреть вот сейчас я сверну это гляну андрей недоступ содержание значит 416 события дня начал 417 вот и дальше на 400 и 400 забылся тут 416 первое было но и так по порядков номер 417 500 и вчера выставил 537 вот эти 120 дней то есть четыре месяца ровно он события дня разбирает на какой минуте на какой секунде о чем говорится кратко содержание дал бог помощника я его не видел но он книги выписывают люди которые книги выписывают у меня и занимаются эти люди совершенно другие делаются где-то и они прилепляются к церкви православной православной московского патриархата все до единого ни один никуда не уходит мы никогда к себе не зовем но в русскую православную зарубежную церковь нет этого вообще этого нету и запрещено это но так вот если начинает как так сами боитесь московской патриархии не идете говорите вам смерть а нас направляете нам нельзя нам нельзя потому что сложилось мнение определенное их его нельзя переменить и мы должны находиться вот в этой ячейки которая нам выделена господом вот апостол павел вы и ваша община в моих ежедневных молитвах о чем у вас прошу апостол павел ты говорил стремился апостол павел а видимо вот как видимо добавка здесь к чему стремился апостол павел достичь цели к почести вышнего звания божьего христе иисусе понятно теперь моих ежедневных молитвах о чем у вас прошу андрей чтобы молиться за него спасибо господи слава господу нашему иисусу христу аллилуйя и и краткой не пишется а и не сам управлять 10 июня иван артюшкин пишет прошу ваших молитву отвез жену ольгу в родильный дом со схватками схватки боевые да говорят еще какие вот видите человек выходит в мир и начинается схватки то есть он а какие схватки то есть он привык в этого околоплодной жидкости он привык с мамой всегда ребенок как будто так а теперь его выталкивает наружу в этот бедственный мир погибельный мир и он схватка идет он удержится не удержится не удержится пуповина слабая и его выдернут хотя он еще и на пуповине обрежет это как вот леонов первый в космос выходил это тоже схватки были вот а иван артюшкин пишет дальше всем спасибо за молитвы через два часа разродилась жена моя ольга мальчик 2750 грамм и 51 сантиметр вот 51 сантиметр пишут и кто вымерял 51 и его не знает мальчик или девочка и будут родиться у одного мальчика у другого девочки всем хватит как раз будет поровну вот это кто руководит кто регулирует да это наследственное как наследственное у нашего отца нас было десятеро пять братья пять сестер а у сестры моей шесть сыновей одна дочь тут поровну а тут никак и у мужа ее валентина владимира там восемь сыновей и вот его отца было и две дочери а у этих нет одна дочка вот и все михаил горюнков это студент семинарист пишет и гнать и тихо давишь если бы выучили семинарии то на какую бы тему писали дипломную исследовательскую работу исследовательскую да все же исследована миша о чем ты говоришь то я написал если бы так но обязательно надо писать тема исследовать то то я бы показал а рождение свыше и водитель си духом святым это не исследована тема в православии абсолютно то есть серафим царовские так и коснулся высветила на самом деле по делам то он и не мог ее высветить у него опыта не было потому что жил их где-то за стенками прохор там монастыря и а водитель си духом божиим он не был ни в тюрьме не психушке и за границей нигде не было и поэтому ничего этого не знал только высветил что стяжание духа святого вот это главную цель он сказал а теперь разбирайте он дал дипломную работу серафим лорик это один все так подписываться не знаю благодарю бога за ваше рождение пожилой человек там я не знаю целитель какой-то или кто да продлит господь ваши дни для служения богу тоже книги купил в другом городе где-то александр гудник дорогой гнатий тихоныч поздравляю вас днем рождения дай бог вам здоровья очень жаль что и увидел своего духовного отца вы родили меня своим благовестием но не увидел то есть лично мы не виделись я уехал моя борода не дает никому покоя на работе валентина стартисон валентина дмитриевна германия приезжала тоже с германии приняла крещение с полным погружением и были у нее неприятности там на нее священника а потом сейчас я могу даже не не сказать вот хотя с андрея вот какая-то фамилия на букву кажется и вроде потом примирились и все дорогой игнатий тихоныч поздравляю вас с днем рождения желаю вам многое и благая лето и остальное у вас все есть многое лето буквы и тут антон пьянкин в ожидании от вас новых видео и с любовью во христе иисусе антон божьего вам благословения игнатий тихоныч интересно книги наши у кого есть сродняет и бывает где-то расстроиться а все равно читает и книги мира у нас 38 книг вышла в книжном варианте это за девять лет вот в деревне я очень люблю купаться и кажется четыре года ни разу не скупался времени не было рядом и всю у нас в пятницу костер картошка себя руководил а вот эти годы пока я писал книги я даже не ходил на костер картошку времени не было но и написано конечно только одна книга у меня к истинному православию я 40 лет собирал материал на нее вот симфония на неканонические книги одна самая трудная книга лучшая в мире симфония за всю историю симфония на неканонические книги святой библии и 30 томов открытым оком это не просто брошюрки 752 страницы в каждой книге и книги малым тиражом 1000 экземпляров я положил себе как желание или чуть ли не оброк эти книги развести библиотеки и развез развезли мы подарили библиотеке его например 9 десятых может быть поменьше маленькие там из сток ник на продажу совсем немножко там остальные подарил проехали от владивостока до лиссабона а тихо до атлантического океана в турции скандинавия прибалтика север и вокруг все и за это же время мы раздали только вокруг окрестностей нас по деревням я делю более 30 тысяч евангелий и за это же время у меня написано было три тысячи четыреста шестьдесят семь стихотворений по 9 куплетов по тридцать шесть строчек но посчитай сколько куда идет стихов несравненно больше рукой написано чем вся библия я у меня статистика есть это все вспоминая благодарю бога это все за 9 лет за просидел за компьютером более 30 тысяч часов и еще вижу что-то букву вижу почему внутренне у меня был голос что нужно морковка теркой мелко-мелко растирал а потом махался глазные капли с каротином но я не пользуюсь никогда этим новых видео ждет антон надежда тишки тоже книги у нее есть мир вам с днем рождения дорогой наш игнатий тихонович желаю вам крепкого здоровья чтобы еще послужить подольше нашему господу иисусу христу а также надежде василий на всех благ обнимаем вас слава христу но я поехал а накануне надежда васильна приехала барнаул отсюда болеет болеет тяжело она давно болеет и ну свой каждый крест у каждого владимир галендуй он тоже книги у него есть мои мир вам игнатий тихонович хочу поздравить вас с днем вашего рождения очень радостно за вас что вы в таком возрасте активно в поте лица трудитесь во славу божию интересная возраст не чувствую нормально ненормально это но не чувствую все 78 лет я говорю как будто о ком-то другом я согласен там называет меня как-то там поносит это как-то можно перенести но когда говорят старик не хочу какой я старик старик когда человека делать нечего не востребован а мне день и ночь звонят вчера в прошлом году было как помнится только который я принял поздравительный кажется 1400 но я же не путин это вообще и смс и телефон телефон вчера заглох и сожгли мне телефон сгорел приехала ладно запасной был уголе за гуляю телефон сгорел я никому не звоню а принимать то надо но и поздравление плохого ни одного не было там те годы там из епархии звонят московского патриархата отовсюду звонит поздравление не было только от патриарха и от путина ну под именем путина один зашел под имени патриарх но я не думаю что это они уж кто я такой хотя когда поехал наш туда епископ был антоний моседич что его патриарх алексей во время беседы госпросил какие у вас отношения с игнатием лапкиным патриарх я даже не поверил так давно еще и ослышался говорит так я сказал хорошие но а нынче сказать хорошие не все сказать просто чудо божие бог совершил что сейчас здесь митрополит сергий иванников у нас отношения братские такие как называют теплые доверчивые но это человек особо много лет был просто священником поэтому он знает жизнь приходов и жалоб на его нигде никаких нет и приезжает нам дважды в год потеряевку и служит и и главное знает где улыбнуться это подметили некотор знает где улыбнуться а где задумчивое лицо показать это не наиграна притом мы считаем это особая милость божия вдохновение бог дал за прошлое страдания других епископов что ну бывает такие другие даже не здешние и все равно а теперь вот такой епископ московского патриархата а то почему вы не пошли но другие юрисдикции а куда когда тут пошли на объединение куда на какие юрисдикции до нас туда нас не приняли бы нигде а почему то у них первый пункт признать московскую патриархию без благодатной а мы на это никогда не шли и не пойдем и ни одного дня мы не этого не думали и не говорили за этим стоит слишком много слишком вся жизнь да и более того и поэтому везде га патриарх кирилл он там все водочные ну и знаю я это андрей кураев говорит да было но еще теперь тряси это было было мне до этого надо молиться о нем и я молюсь а если бы приехал а приехал по первому чину приняли бы по прем вместе с его свитой даже если бы она приехала много людей то приняли бы так что нас клемят со всех сторон я думаю любой человек может взять вас пример для подражания несмотря на возникающие многочисленные трудности нести послушание богу благовествовать исполнять божьи заповеди быть примером настоящего христианина с большой букву пишет долгая благая лета вам спаси христос это пишет владимир галендухин актеренбургская область кажется он был с группой небольшой учили своих учеников он кажется учитель и нынче опять приезжает но попозже так что для них уже мы и место приготовили юлия дорогой игнатий тихонович сердечно поздравляю вас с днем рождения благодарим бога за то что вы есть и просим его для вас многое и благая лета храни вас христос оля июля юля видимо дочь а воля мать колю где-то встретил я прощенное воскресенье был я не знал кто это какая теперь увидел ее а воли то видимо мама я не видел ее юрий соболев дорогой игнатий тихонович от всей души поздравляю вас днем рождения и хотя у нас христиан праздновать сегодня не принято ибо воспоминательно с причиной и днем усекновения главы и она притечи однако если святой в святой библии такие слова родился человек в мир я 16 21 это применительно к вам истина так сколько радостью полной сколькой радостью по полнотой радости ибо духовно одарил господь наш иисус христос через вас через ваше благовествование многих и многих но вот это действительно так юрий повторяю это он не нашего круга рядом который но он наш близки красноярский преподаватель государственном университете государственной академии и ведет курсы там катехизаторские какие при митрополии их метрополии или епархии не знаю где-то и тоже у нас меня клеймят это он вас вот это хвалит в погибель толкает но вы знаете к мне не пристает это мне нравится ответ который владимир головин дал только у меня другая мотивировка гордость вам не подходит она зачем гордиться чем и начинает сравнивать всех вот тот то тот а люблю тому алфеева илариона там патриарха проповеди слушать и в конце говорит обо мне ой знаю человека горячий такой я говорил прошлый раз владимир головин из болгары где-то и меня чем гордиться меня долбит со всех сторон бьют и давят и мне некогда об этом думать и при том я занятый все время заняты у меня у меня большие программы сейчас мне нужно что разрушили три пруда плотины и бобры и все это все это вернуть нанимать бульдозер и чудо-раглайн особый эскаватор и дороги тут не доделана и денег не денег денег-то не 2 не 3 здесь говорится сотни надо тысяч сотни тысяч рублей то вот нынешний если что и так бы по полной стоимости нанимать но думаю две тысячи четыреста пятьдесят мне надо на лето а пенсия 6523 рубля а я бы гордился но мне даже но смешно даже мне это смешно у меня тут забот сколько с одной голубятник где было больше голубей перелетели на меньшую зашел вчера протолкнуться нельзя хотел туда перенести малышей много если я возьмусь малышей они их кормить там не будет и кто родители не знаю постояли с володей вчера на этой большой сюрреалистичная картина такая вот перед окном сейчас я говорю и вижу ее голубя эти голуби и при том я специально приручил дикарей чтобы они какую-то атмосферу создавали гоняли а то у этих вертячка бывает и здесь ни разу это вертячки не было и расплодилась чернота не более выживаемая но еще большой падеж у голубей там еще на подлете бросают кормить а он один не может и раз кладете яйца тут же парит а их нет это не ту же по ней погибают уже большие как голубя то даже обидно решил у них яйца отбирать зачем тебе заново-то рожать когда этих не воспитала то хотя подними на ноги то ну от от грудей говорится от армии а потом зачинай мародильная машина голубь так господь одарил дал благодарю каждодневно господа в молитвах за то что имея общение с вами духовным отцом моим и наставником и радуюсь и трепещу всякий раз когда вижу сообщение в моем мире игнатий один лапкин один прислал вам сообщение да сохранит вас господь бог на многое лета на пользу многим и да дарует вам радость совершенную в обители своих крепко и молительно обнимаю троекратно лапзая благослови вас христос юрий я говорил жду на еще чтоб приехали приехали женой с ребятишками андрей александров вот тоже человек который я не встречал кажется выписывал мои книги и вот он решил заняться моими проповедями их там классифицирует там чтобы скачивать можно было но вы не просил ничего по этой теме вот бог делает так там андрей недоступ андрей александров пишет мир вам агнат тихонович поздравляю вас днем ангела желаю еще много лет потрудиться во славу бога нашего иисуса христа ну и показывает что такое многое лето поют тут или она я нович желаю чтобы у вас все было хорошо я обязательно за вас молюсь вам счастья поздравляю с днем рождения видимо не пропущено я подумал не русская может быть нет видимо так и есть это вот события дня я ниоткуда больше не беру добавлял за этого там с каких-то мест оси и так она видно что но не одна минута бой больше тут этот новый ролик с цифры плохо видно телефон все распалили я сразу другой подсунули а этот отдал алексея загуляева в город там отремонтировать сожгли телефон до того смешно но непрерывно еду в карман нельзя положить даже в руке держу его один звонок 2 3 10 20 и skype и сегодня выбирал выбирал оттуда ну краткие там поздравления а вконтакте в одноклассников twitter и facebook и сколько в живом журнале нигде не смотрю даже там модераторы смотрят там один говорит тут поздравление пришло звонит говорит контакте 430 еще себе но еще там главное это бывает скинет это прошлом году говорил так помощник близкий очень что сейчас готовится храма сегодня сегодня собрание думает сделать сказали тут по деревенским делам на этом все благодарю всех своих слушателей с богом вот 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 Продолжение следует...